Всем хай! С вами Юджин и сегодня, друзья, будет необычный ролик, потому что обычно на канале я не делаю реакций, за исключением реакций на ваши миксы, вот здесь можете посмотреть. Но такое событие, как бы вышел трейлер Poppy Playtime Chapter 2. Я знаю, что с небольшим запозданием я не сразу узнал об этом, и я хочу вместе с вами посмотреть этот трейлер впервые и кайфануть от него. Потому что там, скорее всего, ну как бы первая часть настолько бомбанула, я думаю, что денег разработчикам привалило достаточно, и это очень круто. И, скорее всего, они сделали прям суперкрутое нововведение в эту игру, и сейчас мы увидим, что конкретно там будет с вами. Давайте прям сразу посмотрим, будем анализировать, насколько у меня получится этот трейлер, будем цеплять какие-то детальки. Посмотрим, короче, давайте. Сразу сходу. Оп, стоп! Хаги, упавший. Это получается, скорее всего, когда в первой части, в конце он свалился туда вниз, и мы видели его кровь, но здесь он без крови почему-то. Походу, он сейчас оживет, но он какой-то маленький на вид. А, что за фигня такая? Что за ручища? Это игрушка, Хаги. Либо это... Либо это тот же самый огромный Хаги, а это рука еще больше. Ужасные вещи произошли. А? С чего же начать? Грэппэк! Ты великолепен. Опа! Получается, мы будем разные руки ставить. Зеленые, синие, красные. Ты идеально, чтобы проиграть? Видели рука, которая удлиняется слишком сильно и подтягивает нас? Смотрите, мы берем энергию и перетаскиваем ее на другие места. Что он сказал? Ты в большой опасности. Что это за цветок? Она наблюдает за тобой. Давайте полностью посмотрим. Куча Хаги, будь осторожен. Мама не любит гостей. Что за фигня? Так много времени прошло. Чептер 2. Ай-яй-яй-яй. Летаю в паутине. О, офигеть! Офигеть! Да, тут стало все гораздо круче. Они прям заапгрейдили по ходу игру. То, что они заапгрейдили механику с грэппэком, это просто офигенно. Там будет столько загадок. Так, мне вот что понравилось в этой игре, что она, в ней, во-первых, мало того, что интригующий сюжет, очень загадочный, который можно бесконечно интерпретировать и обсуждать, так еще и вот эти вот механики с загадками с помощью вот этих вот длинных рук мне это очень вкатывает. И теперь будет больше разнообразия. Так, теперь давайте еще раз пройдемся по трейлеру, посмотрим. Во-первых... Во-первых, непонятно. Это вот эта вот странно извивающаяся штука розовая. Это она настолько огромна, что для нее Хагги просто помещается в руке? Или это просто игрушка Хагги? Вы же понимаете, в чем прикол? Во-вторых, этот паровозник, который мы видели в самом начале игры, но в миниатюре. Теперь, походу, мы будем на нем кататься. И паутина здесь. И, видимо, эта розовая штука, это как паучиха. И маме. Мамочка. Мать паучиха. Как бы черная вдова, только розовая. И вы понимаете, в чем прикол? Здесь сделали усиление. Мало того, что, опять же, как я сказал, механики другие появились. Так еще и в первой части это был абсолютный злодей. Самый стремный враг это сам Хагги. Но сейчас он просто выглядит ничтожеством по сравнению с ней. И это очень круто. Но говорит с нами сама Поппи. И почему мы должны проиграть? Почему она хочет, чтобы мы проиграли? Такое ощущение, как будто Поппи давно искала себе партнера по игре, с кем можно поиграть. Но при этом, поскольку она настоящая принцесса, она хочет, чтобы мы проиграли. Нет, это точно маленькая игрушка Хагги. Это не сам Хагги. Непонятно, мертв он или нет. Так, это склад. Мне очень напрягает взгляд этого цветочка. Посмотрите, она такая. Как будто он под кайфом. Это вызывает у меня какие-то неприятные ощущения, если честно. Много всяких игрушек здесь. Я не вижу ничего примечательного, кроме того, что, в принципе, все эти игрушки, ранее я их не видел в игре, на самом-то деле. Вот она, она смотрит за каждым моим движением. Вот что это было сейчас? Что это было сейчас такое? Какое-то гусица огромная, стрёмная. И целая куча Хагги. И нужно будет как по кротам бить по ним. Мы спускаемся в какие-то подземелья жёсткие. Мы, скорее всего, дойдём до того самого места, где и, собственно, эти эксперименты происходили. Пока что моя теория, которую я озвучил в короткометражке по Хагги-Вагги, если ты не видел, не видела, то обязательно посмотри работу, которой я горжусь, на самом деле. Такое нечасто бывает. Вы можете посмотреть, это очень прикольный видос получился короткий, вам зайдёт, я думаю. Про Хагги. Там я, как бы, свою небольшую интерпретацию сюжета первой части сделал. Собственно, одна из сотрудниц фабрики, Стелла, у которой мы брали интервью, мы слышали это на кассете, она говорила, что вот бы оставаться вечно молодым, вечно играть, иметь всю эту детскую фантазию, детское восприятие мира, постоянно чувствовать это счастье, эйфорию. Это как бы намекало нам о том, что где-то там, походу, внутри этой фабрики, именно исследовали возможность поместить человека внутрь игрушки. И, собственно, сама Поппи, она кажется живой. Возможно, это дочь директора фабрики. По-любому, это чья-то дочь, вот что я думаю. Я просто никогда не смотрел обзоры и анализ этой игры. И я как бы сам на ходу какие-то свои умозаключения делаю. Поэтому мне кажется, что именно к этому нас будет подводить, что все эти игрушки когда-то были реальными людьми. Они все стали вот этими безумными детьми внутри тел игрушек и делают, творят, что хотят, короче. Я очень хочу посмотреть, подтвердится ли моя догадка в этом эпизоде, когда он выйдет, когда мы вместе с вами, разумеется, пройдем. Мне очень нравится анимация. Больше каких-то деталей и таких примечательных супер нету. Просто нам обещают очень много всего нового. И сюжет будет развиваться стремительно. И лор будет максимально расширяться. И мне очень нравится дизайн этого персонажа. Она выглядит так, как будто бы она... Знаете, такой надутый шарик, из которого делают всякое. Но мы видим, что она резиновая. Она может вытягивать свои руки, куда хочет и насколько хочет. И она цепляется за все. Видите, у нее липкие лапки, получается. Но чисто паучиха. Она будет плести реальную паутину. Я не знаю, и самое главное, будет ли там хаги. Помимо вот этих маленьких хаги, которых мы только что руками пили. И мне еще нравится, что здесь будет так много вот этих вот маленьких разноцветных хаги-ваги. Мне кажется, что это такой своеобразный прикол от разработчиков. Они как бы передают привет комьюнити, потому что я знаю, что было очень много видосов и теории о разноцветных хаги. Что, мол, в этой игре они присутствуют. Возможно, это такой фан-сервис. Или же они будут действительно иметь какое-то реальное назначение в этой истории. У меня есть одна небольшая догадка на этот счет. Мне кажется, что все эти разноцветные хаги-ваги, учитывая то, что они гораздо меньше нашего оригинального огромного синего хаги, это дети из того самого детского приюта. Как мы помним, Playtime Co рассылала коробки с хаги для детей-сирот. Это для сирот. Возможно, просто возможно, эти самые игрушки и получали впоследствии сознание детей. Если копать эту историю дальше, то можно предположить, что игрушки хаги-ваги были использованы как эксперименты, ранние эксперименты. Тот человек, который, скорее всего, является отцом самой Поппи, а точнее девочки внутри нее, чтобы наверняка оживить свою дочь, должен был убедиться, что эксперимент сработает. Именно поэтому он начал с детей-сирот. Но все хаги-ваги в итоге взбесились, и, может быть, уже просто не было времени дальше тянуть с экспериментами, после чего состоялся финальный эксперимент над самой Поппи. Я настоящая девочка! Только не смотрите на меня так, я просто накидываю чисто из головы. Всего лишь разгоняю свою фантазию. Остается только понять назначение самой мамочки. Судя по тегам видео, ее зовут Мами Лонг Лэгс. Очевидно, что именно она будет главным злодеем и преследователем нашим во второй главе. Но фраза Поппи, она смотрит за каждым твоим шагом, как бы нам намекает, что она, скорее всего, будет нас куда-то вести. Как вел нас хаги в первой главе. И как мы не будем сопротивляться, в конечном счете нам уготован спуск в самую бездну. Все игрушки в этой игре будут вести нас к какой-то истине. Я вот думаю, почему именно мы? Скорее всего, именно мы единственные, кто может использовать грэпэк. Поэтому-то Поппи нас и выбрала. Вся информация, которая у нас сейчас есть, как бы говорит нам о том, что мы всегда будем оставаться пешками в игре Поппи. И мы обязательно должны проиграть. То есть наша задача сопротивляться до последнего, но все равно идти в неминуемую ловушку. С другой стороны, есть еще такая мысль, что Поппи говорит, что мамочка гостей не любит. Но когда мы встречаем мамочку, она говорит, наконец-таки новый партнер по игре. Так много времени прошло. То есть как бы она любит гостей, получается, и очень рада тому, что мы пришли. Из-за этого такая мысль пришла. Может быть, Поппи потеряла контроль над всеми игрушками и хочет восстановить его, завладеть, так сказать, всей фабрикой и всеми ее обитателями. И, может быть, достичь какой-то своей таинственной цели, которую мы узнаем потом, в конце самой-самой финальной главы. Вот, в принципе, и все. Я хотел сделать такой небольшой видос, вместе с вами посмотреть, кайфануть, так сказать, зарядить нас всех на прохождение этой игры. Я надеюсь, что вы будете его ждать так же, как и я. А, в принципе, на этом все, друзья. Спасибо большое, что посмотрели. С вами был Юджин. Увидимся очень скоро в следующих видосах. И всем пять!